Я обещала снимать влоги, я это делаю. Распаковка таксиста чек. Сексуальный топик. Посмотрите, у меня прям тут грудь так красиво выпирает. Сюда, да? Да, вот сюда, все правильно. Спать, отдыхать. Как это белье сидит на мне, вы можете посмотреть у меня уже в инстаграм. Спасибо, что вы со мной, я вас люблю. Ну что, котята мои, всем привет. Меня зовут Карина Аракелян. И я очень рада вновь приветствовать тебя на моем канале с короной на голове. Как бы это странно не выглядело, просто у меня начинается самый что ни на есть новый жизненный этап. Я обещала снимать влоги, я это делаю. Не знаю, насколько крутой звук сейчас. Я решила не надевать петлички. Мне помогли немножечко настроить звук на камере. Поэтому я надеюсь, что, собственно, хотя бы с этим звуком можно смотреть мои ролики. Я поставила сюда фиолетовую подсветку. Только что я приехала с самого сложного моего рабочего, так скажем, дня. Который состоял из съемки, из фотосессии. Также я поехала в магазин одежды. Купила себе несколько новых спортивных луков. Услула в такси. Меня пять минут будил таксист. Я делала медитацию перед этим, поэтому так крепко вырубилась. И таксист мне говорит, слушайте, я впервые так кого-то бужу из своих клиентов долго. Вы прям пять минут не просыпались. Я уж подумала, что-то случилось. Вы просто представьте, насколько глубоко я уснула. Ну что же, настало время вам сказать, о чем же будет сегодняшнее видео. Это видео, естественно, о моем переезде. В прошлом ролике я показывала вам свою жизнь у бабушки. Я рассказала вам обо всем новом, что произошло в моей жизни. И прямо сейчас я сижу в своей комнате, которую мне выделяла бабушка в ее квартире с дедушкой. И, собственно, вокруг меня куча вещей. И, чтобы вы понимали, я думала, что мы сегодня вместе будем их собирать с бабушкой. Тут осталось-то всего ничего. А оказывается, весь день, пока я моталась по делам, моя бабушка успела приготовить кучу еды. Успела собрать мои вещи. И, собственно, мне помочь. И я хочу сказать, что бабушка мне будет помогать еще и с переездом. Я вам обо всем этом расскажу. Еще когда приеду на квартиру, я обязательно с вами поговорю по душам, потому что мне многое хочется вам рассказать. Но чуть-чуть попозже, так как это не прям сидячее разговорное видео, а все-таки влог, я хочу пожелать вам приятного просмотра. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. Покажу вам вообще, собственно, что происходит вокруг меня. И да, в этом ролике я спрятала три эмодзи. Обязательно отправляем их в Инстаграм. И получают меня лайки, сигны, а также бесплатные расклады. Поехали, мы можем начинать. Это видео о моем переезде. Блин, забыла сказать, что я переезжаю в свою собственную квартиру. Ребята, я, блин, купила квартиру. Я говорила вам об этом в последнем ролике, но мне до сих пор не верится. Не верится, что у меня такой вот новый жизненный этап. Я набила огромную татуировку вот сюда. И она сейчас выглядит как огромное черное пятно. Но я обязательно в этом влоге сниму эту пленку и покажу вам свою новую татуировку. Как бы обозначаю, что начался новый жизненный этап. Я набила дракона. В год дракона. Короче, я очень много болтаю и очень по вам соскучилась. Это видео о переезде в мою квартиру. Поехали. Итак, показываю мою обстановочку на тумбочке. Тут еще и практически ничего не убрала. Да и, собственно, я и не приступала к тому, чтобы что-то убирать. Бабушка мне очень сегодня помогла. И одновременно порадовала таким удивительным как бы поступком, что она практически все мои вещи собрала. Тут красивый букетик цветов. Тут икона святая Марина, которую мне сделала из бисера. Тоже моя бабушка Марина и подарила как бы на день рождения. Тут цветы, которые мне подарили вчера в тату-салоне. И, собственно, вот такой вот беспорядок. Здесь лежат пакеты, здесь лежат всякие мои таблетки. Здесь лежат там расческа, что-то, не знаю, ватные диски. Здесь на самом столе вообще беспорядок творится какой-то. Шкафы, как вы видите, уже все пустые. Собственно, моя сумочка, которая мне пригодится, из которой я обычно хожу в зал. Тут мои духи лежат, их нужно обязательно сложить. Ну и, собственно, вот так выглядит комната. Теперь показываю вам вещи, которые лежат уже как бы около входа. Завтра в 10 утра приедет папа. И, собственно, мы поедем перевозить все в мою квартиру. Это новые посылки от брендов. Там лежат свечки всякие программные. Господи, сколько там всего! Я обязательно сделаю распаковку. Там просто куча всякой красоты. Сегодня я тоже съездила в магазин Айрон Бэя Миронова. И там много спортивных вещей. Даже есть, показываю внимание, крема всякие для тела. Ну и, собственно, я их, естественно, купила в свою новую квартиру. Также там есть чаечек и новый парфюм, который тоже, как бы, чтобы вы понимали, обозначает мой новый жизненный этап. Я недавно гуляла со своим другом и, собственно, хочу быстренько похвастаться перед вами еще один мой новый парфюм. Я просто уже в шоке. Но вы не представляете, насколько это крутой аромат. Как он офигенно выглядит. Я прямо сейчас показываю вам фотографию нот у этого аромата. То есть, чем я пахну, теперь вы все прекрасно видите и знаете. Монечка, покажись, иди сюда. Иди ко мне, моя девочка. Монечка, ты чем боишься камеры? Монечка, вот она моя Монечка, красавица. Просто красавица, да? Ну, кто такая девочка миленькая? Также тут Мила имеется, можете посмотреть. Старушечка моя маленькая, пока мама с Полиной в Дубае оставили Милку. Такая вот у меня собачка еще одна красавица есть. И еще показываю, ребят, бабуля мне приготовила мою любимую королевскую ватрушку. Я буду ее кушать обязательно либо завтра, либо послезавтра, не знаю. В общем, это просто самое мое любимое блюдо. Также здесь находится шарлотка. Ну, просто не бабушка, а прелесть. Представляете, что? Также бабушка сделала блинчики с творогом. Я ими сейчас немножечко поужинаю, потому что после того, как я уснула в такси, такое ощущение, что я как будто бы заново проголодалась, будто наступило утро. В общем, и буду уже потом потихонечку готовиться ко сну. Ну, порнография, блин. Порнография? Давай вот так разрежем кусочек, чтобы видно было, что там. Ну вот, красота. Шикарная королевская ватрушка. Демонстрация от бабули. Все дружно захотели кушать, да, ребят? Короче, бабуля смотрит сериал. Я включила чайник. Сейчас сделаю себе чай. И все-таки я не удержалась и съела кусочек королевской ватрушки. Это ли не шикарный вечер у бабушки в последний день? Субтитры сделал DimaTorzok. Ну, короче, мы собираем вещи, а я никуда не хочу уезжать, я хочу остаться у бабушки, жить на всю жизнь. Ну что, ребят, я сняла косметоз, чувствую себя очень свежо, потому что макияж мне делали утром, у меня была съемка, вот, и осталась только на столе. Здесь моя такая повседневная косметика, собственно, зубная щетка. Я записала папе кружок в ТГ, что, блин, дорогой мой, мы на одной твоей машине ничего не увезем, нужно вызывать грузовую машину. Он говорит, ну все, приедем, значит, вызовем, все окей, быстро доедем. Да тут ехать-то, блин, минут 20 от бабушкиной квартиры до моей. Ну, сейчас, если смотреть по такси, ехать где-то плюс-минус 30 минут, потому что есть пробки утром, их обычно нет, так что доедем мы быстро. И вы же не видели еще мою квартиру? Блин, ну это вообще капец. Так, все, я уже вся на домашнем, вся такая на комфортике. Снимаю, собственно, сейчас свое ожерелье блестящее, которое я сегодня покоряла всю Москву. Сейчас мы с бабушкой дальше все переберем, и я буду ложиться спать, отдыхать, и, собственно, там дальше в телефоне переговаривать с менеджерами по поводу всяких рекламных проектов, по поводу моего инстаграма. А ник вы, если что, видите прямо сейчас на своих экранах. Обязательно подписывайтесь, потому что в инстаграме больше моей жизни. Ну что, уже наступила ночь, но я прекрасно понимаю, что завтра я вся буду в переезде, а у меня впереди еще семь клиентов, которые записались ко мне на Таро-нумерологический разбор, на обычные Таро-расклады, вот, и одна клиентка, которой я сейчас должна делать Таро-нумерологический разбор, сестра моей бывшей одноклассницы из Челябинска. Знаете, так прекрасно осознавать, что даже сестры тех девчонок, с которыми я общалась в Челябинске, следят за мной и становятся моими клиентами. Короче, я сейчас сажусь за работу перед сном, а вы можете вкратце понаблюдать за процессом. Фу, ребят, короче, только что, а время уже 12 часов ночи, кстати, ровно, чтобы вы понимали, я сейчас на часах 12, я только закончила расклады, у меня в руках мой корсет, который мне до сих пор нужно надевать на грудь на ночь, бабушка его не убрала, я думала, что она его убрала, потеряла, сейчас ее пришлось будить, блин, а он, оказывается, под подушкой лежит. Все расчеты закончила, сейчас мне нужно еще подписчице отправить файлики по Таро-нумеру разбору, все, я уже вообще, если честно, такая ватная, у меня еще осталось три клиента, я их возьму на завтра. Собственно, сейчас надену корсет, покажу вам Монику, разложу кровать и буду потихонечку ложиться. Вот таким вот прекрасным образом застегиваю сверху, он на таких вот липучках, вот так вот, собственно говоря, кайфули. Иди, моя девочка, иди к маме, иди скорее. Это что за малышка? Это что за малышка? Как маму любишь? Сильно маму любишь? Все, давай ложиться уже спать. Давай ложиться. Давай расправляй кровать. Давай. Ой, такая Моника на маминых сиськах. Сиськи-то мне не придави. У нее жизнь. Так что не думайте, ребят, что я в своей квартире буду скучать одна. У меня такая жизнь есть, с которой я говорю на одном языке. Я с таким полувялым хвостом, но я хочу быть перед вами супер настоящей, так что никаких масок в моих влогах отныне не будет никогда. Итак, папа записал голосовое. Зачур, я заказал машину, короче, на завтрак, к 10 часам она уже будет. Небольшой грузовичок, ну легковой. 3,300 будет стоить он от квартиры до квартиры. Все заберет, вынесет, загрузит, туда приедет. Мы на своей машине туда приедем, он занесет туда в квартиру. Вот и все. Красота. Все организовано, вещи собраны. Так что завтра я уже буду переезжать в свою собственную квартиру. Если честно говорить, то я не верю. Ребят, до сих пор у меня есть какое-то внутреннее принятие. Я как будто бы не верю в то, что завтра наступает самый прям вот переломный, такой трансформационный период в моей жизни. Переломный, естественно, в хорошем смысле. Вот. И у меня будет свой уголок. Я уже заказала же туда зеркало, которое очень круто переливается. Уже стол, стулья, диван, кухня. Спальню скоро привезут. Кстати, спальни пока нет. Короче, не буду вам раскрывать все карты. Но, блин, если честно и откровенно, да, сегодня утром просыпаемся с бабушкой. Она готовит мне любимые панкейки, которые я давно не готовила, потому что я перестала их кушать. Она такая, вот, последний раз сделаю тебе панкейки. И она начала плакать. Начала говорить, что, Карин, я так к тебе уж привязалась, мне так грустно, что ты уедешь. Как я без любимой внучки? Я буду за тебя переживать. И я сегодня тоже словила себя на мысли, что хоть мы и в Москве, и в одном городе, но так тяжело. Я так привязалась к бабушке. Она так мне помогала после операции. Я прям, вот, очень ее люблю. Вот что я поняла. Я это и осознавала, понятное дело, раньше. Но мы так сильно сблизились, что она мне стала как вторая мама. Буду приезжать к бабуле чаще, тем более тут уже рядом зал, тренер в этом зале, а он в другом зале тренировать не может. Поэтому мне по-любому придется ездить сначала в зал, а потом до бабушки сразу в гости. Желаю вам спокойной ночи. И, собственно, для вас это будет одна секунда. И уже наступит доброе утро. Доброе утро. Желаю всем хорошего настроения. Вот, я проснулась, улыбнулась. Только уже на часах, как говорится, 8.53. И когда я вставала первый раз, я все-таки уснула и проспала еще час. Сейчас я сделаю себе кофе. Вот. Позавтракаю двумя блинчиками. Приезет папа. И все. И мы будем потихонечку переезжать и разбирать все вещи. Короче, мне до сих пор хочется спать. Я такая полувялая почему-то. Может быть, я вчера очень утомилась. И по мне видно, что я сонная. Вот. Сейчас я протру лицо пэдами. Которые меня всегда бодрят. Собственно, придам себе настроение. Также, если у меня суперпростой день сегодня, я просто уложу брови. Кстати, у меня уже гель заканчивается в баночке. Но это один из моих любимых гелей. И он очень хорошо укладывает брови. Ну и, собственно, ничего больше с кожей я делать не хочу. Лесницы тоже красить я не хочу. Так что я все складываю в мою большущую косметичку, в которой я держу всю свою косметику, которую я использую для повседневного макияжа. Кстати, я думаю, вы заметили, что у меня не нарощены ресницы. Я после операции решила, что пока временно я наращивать ресницы не буду и не хочу. Так как у меня более открытый взгляд. Вот. И мне нравится пока такая как бы натуральность у меня на лице и на глазах. Просто посмотрите, ребята, на это огромное количество вещей. Такое ощущение, что, блин, я заезжала к бабушке на полгода, а не на пару месяцев. И то я приезжала с двумя сумками. Внимание! А сейчас их сто. Две. Собаки суетятся, потому что приехал папа. Это говорит о том, что я потихонечку надеваю штанишки. Я остаюсь, если что, в своем корсете, потому что топики все сложили уже в коробке. И у меня такой велюровый костюм. Я, кстати, в нем еще была после операции. И еще носочки. Губки еще увлажню. Моника уже готова к путешествию. Раньше ее невозможно было засунуть в эту сумку. А сейчас она уже в ней, как в своем втором домике. Да? Эй! Ты где там, собака? А он-ка, скольки приедет? Из сети. Давай, я. Лавочки-то не хватит. Ну, что, бабуль, рада, что я переезжаю? Рада. Так, Моника, залезай. Так, все, выходим. Моя сумка. Как опустила у нас ее-то прямо в сердце. Ой, только проснулась и уже до свидания. А, капец. Я что, еду в свою квартиру? Мы же поедем с папой, да, Карин? Да, мы с папой поедем. А на грузовой отдельные вещи. Все, супер. Самый лучший и удобный переезд. Все, погнали. Погнали. Так, быстро загрузили в машину все? Так, а что там? Все стояло около этого, закинули. Там этот подъехал водила. Открыл дверь и стоит, смотрит батя. Ему говорит, хули ты смотришь? Бери, загружай. Вон, Дали, бабушка пошла смотреть, что за райончик. Монька, как тебе переезд? Готово? Папа с вещами. Все, тут начинается сейчас выгружать вещички. Что случилось? Ничего. Что, заходим? Все, вы можете ехать на 11 этаж. А я поеду с Воникой. Ну что, мои дорогие, я поднимаюсь уже в свою собственную квартиру. Мне папа сейчас вручит ключи от моей квартиры. И я не верю. До сих пор не верю. Сейчас будем разбирать с бабушкой вещи. Выпущу Монику. Посмотрим на ее реакцию. А я до сих пор хочу спать. Все, сейчас занесем сумки. И заходим в мою квартиру. Вытирайте лапы. Ну что, собственница. Получаю тебе торжественно. Ключ от квартиры. Давай я открою. Давай. Открываем. Все, открыли потом. И сразу же, ребят, моя картина императрицы. Посмотрите на эту красоту. Как, Моника, тебе квартирка? А? Уже хочешь на саде без пеленки? Да. Ребят, зацените императрицу. Это карта Таро. Третий аркан в моем исполнении. И, собственно, ключики от моей квартиры. Ура! Ура-ура. Ты вам, Моня, да, Моня? Его я уберу. Ну, собственно, вызову грузчиков. Они его нахер куда-нибудь выкинут. Потому что я хочу заказать новый себе стеллаж. Здесь тоже рядом с кухней будет большой стеллаж находиться. Куда я буду складывать все свои вещи. Вот. Папа там помогает мне по роутеру. Вот. Тут у меня вся моя обувь. Тут будет прихожая большая. Вот. С этой стороны я уже заказала шкаф. Тут будет прям шкаф в потолок. Ну, и моя спальня, где есть пока только матрас. Кровать уже заказана. Тумбочка заказана. Я разбираюсь по туалетному столику. Тут, естественно, вы увидели картину. Я вам ее в самом начале, да, как зашла в квартиру, показала. Это императрица с моим лицом. Которая тоже будет очень прям мощно работать на приятную обстановку в квартире. Мои вещи. Еще одно зеркало. Оно у меня было в моей прошлой квартире. Вот. Пусть оно пока что стоит здесь. Но я хочу купить новое зеркало. Вот. И в гардеробе сейчас мне придется перебирать огромное количество вещей, чтобы понять, что нужно, что не нужно. Потому что половина вещей отсюда, они реально не нужны. Сегодня первый день, когда я останусь в своей квартире. Я буду рассказывать вам об ощущениях. Завтра уже 8 марта. Вы же не знаете, в какой день я снимаю этот ролик. Так что знаете, что, грубо говоря, я переехала на 8 марта. Такой у меня подарочек. Ну что, я прямо сейчас распаковываю принадлежности для Моники. Я заказывала из интернет-магазина Бэтс. Это не реклама. Просто я знала, что там находятся стильные всякие товары для животных. И они бы очень подошли в мою новую квартиру. Да и для Моники. Которая там сзади прячет косточку. Деревянная подставочка под миски. Вот такая вот розовенькая мисочка. Просто посмотрите, какая белота. Она идет на деревянную подставочку. Вот сюда. Посмотрите, ребят, вот такая вот розовая шлейка. Я разберусь, как ее надевать на Монику. Но она очень красивая. Вот такая вот кожаная черная обложка для паспорта Моники. Вот такая вот в подарок мини-косточка. Дальше идут реально косточки натуральные. Вот такая красота. Самая огромная. Сейчас покажу вам, что это такое. Это вот такая вот большая сумка-переноска для Моники. Берем, кладем туда дно для этой сумочки. Кладем туда Монику. И вот так вот ее носим. Красота, да? Вот такая вот лежанка для Моники комфортная, зелененькая. Это Моники? Хочу вам показать, что я вчера купила в Предубеждай. Получается здесь скраб у нас для тела. Очень красивая упаковочка. Я сейчас в туалете, поэтому поставлю вот сюда. Это шикарный крем для тела, который очень вкусно пахнет. Его можно сразу поставить на раковину. Маленькие пробнички духов, которые пахнут одинаково, как в детство. Аромат для ящиков или для машины в виде письки. Очень вкусно пахнет. Я сейчас открою и положу, собственно, в ящик. И очень-очень вкусный парфюм, который выглядит вот так. Я, когда разложу весь парфюм, сложу их тоже в единое место, где у меня будут храниться духи. Вот сюда, да? Да, вот сюда. Все правильно. Показываю вам поближе эту картину. Под меня писали. Эту императрицу прекрасную. С моим лицом оцениваем все в комментариях дружно. Ну что, дорогие мои, дела обстоят так, что мы с бабушкой уже немножечко отдохнули. В квартире порядок. Я чувствую себя прекрасно. Заказала продукты. Я сделаю небольшую распаковочку, что, собственно, я заказала из продуктов. Мы с бабушкой покушаем обязательно. Я сделаю какой-нибудь вкусненький салатик. Вот, сейчас мы будем вместе мыть полы. Я переоделась, как вы видите, я надела обычный беленький утягивающий топ, в котором мне очень комфортно. Сегодня я буду, естественно, ночевать одна. В 7 часов вечера папа заберет бабушку, она поедет домой. Это будет моя первая ночь в квартире. Мне вообще, если честно, не верится. И сейчас, что же мне хочется сделать, пока курьер везет всякие продуктики, это снять пленку с моей татуировки на ноге и показать вам мою новую татуировку. Все новое, все необычное. Еще и, собственно, я в новой квартире. Вообще капец. Когда сегодня будешь засыпать, скажи, на новом месте приснись жених невесте. Договорились. Интересно, какой же мне жених приснится? Как вы думаете, ребят, какой жених мне сегодня приснится? Русский или не русский? Пишите в комментариях. Итак, у меня вот такая огромная татуировка на бедре. Я хочу уже снять эту пленку. Ай-яй-яй-яй. Фух. Та-дам! Как вам? Посмотрите, ребята, я в шоке. Ну что, привезли продукты. Оп-оп-оп, кладу на стол. И еще один пакет я заказала. Распаковка таксисточек. Ну что, киви, две пачки огурцов, гречневая крупа, лимон, энергетики, фитакса для салата, яблоко и морковь, помидорки, ежедневки, не молоко, овсяное, творог, помидоры, две баночки говядины для Моники, еще один лимон, витамин С, маленькая пачка масла сливочного. Естественно, малина, естественно, клубника. Вот так прям ее. Что-то тут одна гнилая, прикинь, скоты, я сейчас им жалобу напишу. Молодец, напиши правильно. А может они их не проверяют, а так? Десяток яиц, еще не молоко, сладкая кукуруза, индейка и еще один десяток яиц. Вот такие вот продукты я заказала себе на ближайшую, я думаю, пару дней. Вот такой вот у нас шикарный обед, это гречка и куриная грудка, наконец-то они выпечка. Как режется? Отлично, ножи не то, что у меня тупые, у тебя вон какие острые. Да? Ну, конечно, я ими еще ни разу не пользовалась. А, это мои старые с той квартиры? Да, конечно, я ничего не резала себе, блин. Короче, ребята, все, с этих пор мне нужно начинать учиться готовить. У меня есть книжечка с рецептами, я ее обязательно потом, возможно, в следующем влоге вам покажу. Буду стараться меньше заказывать еду, чаще готовить себе правильное питание, закажу весы для еды. Ну что, ребят, у меня прекраснейшее настроение. Я любуюсь на эти чудесные виды, хочу сначала вам показать. Из окон, естественно, у меня Москва-сити, прекраснейшая Москва-река, ну и, собственно, чудесные дома, в которых я живу. Моя бабуля скоро собирается уезжать. Спасибо тебе большое за помощь сегодня. Как тебе наблюдать за квартирой внучки вообще? Что скажешь на этот счет? Я просто в восторге. Что я скажу? Я тоже. Счастья тебе в этой квартире. Спасибо, бабуля. Короче, как вы видите, солнышко очень красиво отражается сзади, только я его немного пропустила. Оно, наверное, раз в 10 сильнее. И это моя спальня. Мне просто не верится, что я сейчас нахожусь в своей квартире. И, блин, спасибо большое моим родителям. Спасибо большое вообще вам, ребят. Спасибо большое вообще, я говорю самой себе за такую работоспособность, что теперь у меня есть прекрасная возможность жить в центре Москвы с прекрасными видами. Обустраивать свою квартиру. Наблюдать с 11 этажа за прекрасными людьми, машинами, зданиями. Я вообще в восторге. В моей квартире сейчас небольшая захламовка из-за недостатка шкафов. Но сейчас я буду отдыхать. В 8 вечера ко мне придет мой близкий друг Данил. Мы вместе будем курить кальян, болтать и, собственно, отмечать мое новоселье. А завтра я вас возьму с собой на сеанс татуировки. Мне в моем тату-салоне подарили на 8 марта сеанс. Как вы видите, моя татуировка Dark Fairy. Я хочу ее немножечко преобразить и что-нибудь добавить, чтобы она выглядела идеально. А пока хочу сказать вам спасибо, что вы со мной. Я вас люблю. Ну что, к вам возвращается собранная Карина, которая решила поснимать сториз. Которая уже проводила свою бабушку. Уже проводила своего папу, который приходил тоже тут помогал, выкидывал мусор. Что я могу сказать? У меня до сих пор идет какое-то внутреннее принятие того, что я нахожусь в своей квартире. Я уже это повторила тысячу раз. Я сейчас буду просто работать, ходить по квартире. Включу спокойную музыку. Я надела такой еще сексуальный топик. Посмотрите, у меня прям тут грудь так красиво выпирает. И мне это так нравится. В общем, Аракелян выросла. Как я назвала свой последний ролик, который выходил у меня на канале. И сегодня я грустила по поводу того, что у меня упали просмотры. Я же обещала, что буду перед вами честной. У меня даже руки затряслись, когда я начала об этом говорить. Когда я увидела комментарии от двух девчонок, что типа ты уже не та, тебя уже не хочется смотреть. Я просто сидела, и у меня наворачивались слезы на глазах. Потому что все-таки как-никак для меня YouTube это моя жизнь, это мой видеоблог. И я очень рада, что много аудитория принимает меня, мои изменения, все, что со мной происходит. Но очень жалко все-таки, что многим уже неинтересно за мной наблюдать. Но все-таки я не могу вернуться в прошлое, я не могу стать прошлой Кариной Аракелян. Потому что я такая, какая я есть сейчас. Все, что со мной происходит, я это принимаю. Я себя люблю. Я люблю свое тело. Я люблю вас. Я люблю свою семью. Я люблю свою дочку. Это, я говорю, если что, о своей собаке Монике. Это был реально очень насыщенный день для меня. Я очень многое для себя осознала. Я поняла, как нужно дальше двигаться, как нужно дальше жить. Насколько же все-таки важно любить и принимать полностью весь свой род. Потому что я его прорабатывала еще и через магию. Я очень рада и благодарна той аудитории, которая продолжает за мной следить и говорит мне приятные вещи. Я вас очень люблю. Спасибо вам большое. Через камеру я передаю вам частичку своей любви прямо сейчас, чтобы вы почувствовали это тепло. Блин, вот мне так хочется увидеть каждого прямо сейчас. Всех, кто смотрит меня на ютубе. Я уже чувствую совершенно другой вайб. Совершенно другое тепло, которое будет происходить дальше между нами. Мои влоги будут еще более интересные. Так что готовьтесь. Это будет охуенно. В общем, я давно хожу вот с такими наушниками. Это AirPods Max и они голубого цвета. Я ни разу не стирала вот эти вот брошюры или как там они называются. И, в общем-то, наушники уже растянулись. Очень часто спадают с головы, как вы видите. В общем, они за год состарились. Мне их дарили ровно год назад практически. На мой день рождения, 14 марта, родители. И я давно уже поняла, а если быть точнее, то через полгода носки этих наушников, что я хочу себе новые AirPods Max розового цвета. И что вы думаете, прямо сейчас я буду покупать себе эти наушники. Я решилась. И доставка как раз на 14 марта курьером. Стоят они 62 тысячи рублей. Плюс еще и 437 рублей чехольчики. Потому что у меня не сразу вот эти вот наушники поцарапались. И я не хочу, чтобы розовые поцарапались. Поэтому, дорогие мои, вы сейчас будете свидетелем. И я еще буду с другом не только новоселье отмечать, но и покупку наушников долгожданных, которые придут ко мне 14 марта. Ну что, поехали? Короче, вот они наушники. Вот они чехольчики. И, собственно, мы переходим к оформлению. Короче, ребят, можете меня поздравить. Я купила наушники. И неприятная новость. Я ждала друга, а его остановили гаишники. И вот он слишком ко мне поторопился. И получилось так, что все. Там что-то вплоть до штрафов у них получилось. И сегодня мы точно не увидимся. Он говорит, я тебе даже букет купил. Я такая, а, понятно, в уши мне надули. Ладно, меня это совершенно не задевает. Я завтра просто утром пойду в зал. Сейчас смою косметику, буду ложиться спать. Увидимся с вами завтра. Доброе утро. И я выезжаю на тренировку. Купила себе сзади, так как сегодня 8 марта, чтобы порадовать себя любимую, тюльпанчики. Я все собрала. Мне было очень комфортно просыпаться дома, если честно вам сказать. Я планирую час поподниматься по лестнице, а также немножечко пройтись по кардио и, возможно, качнуть немного низ. Погнали вместе со мной. Подарочек подарили с 8 марта. Посмотрите, какая красота. Очень приятно. Я взяла себе притреник и водичку, которая обогащенная минералами. Ну что, дорогие мои, я уже закончила тренировку. Она была шикарная. Я, как вы видите, уже накрасилась. И сейчас потихонечку буду выезжать в тату-салон, потому что мне подарили сертификат. И у меня просто прекраснейшее настроение. У меня в сумке, правда, полный трэш, потому что я набрала всякого на целый день. Взяла себе батончик, в котором больше всего белка. А также сегодня у меня на обед будет салат Цезарь. Я решила взять заранее, потому что в спортзале, где я сейчас нахожусь, есть кафешка. В общем, я решила чуть-чуть попозже подъехать в тату-салон, потому что мастеру мне передали немножечко задержится. И я решила порадовать сегодня моего мастера. Он любит всякие вкусняшки. И я купила киндеркардс. Это такие шоколадки. Я, правда, их вообще не ем. Да и, в принципе, сладкое. Я уже очень давно не ела. Также, чтобы не сладенькое, я взяла чипсики с луком и, получается, сыром. Ну и из-за того, что сегодня 8 марта, мне подарили опять подарочек. Такая крафтовая упаковочка. Ой, очень приятно. Посмотрите, шоколад кололыз. Буду кушать подольки в день, потому что это углевод после каких-нибудь салатиков. А я сейчас на сушке напоминаю. И я думаю, что блога через 2-3 вы уже заметите, как я заметно похудела. Также вот такая вот вафелька лежала внутри. Что-то сегодня прям по сладостям. Слушайте, я когда переехала в свою квартиру, моя жизнь как-то вообще по-новому ощущается совершенно. Мне хочется как-то, вот знаете, по-новому двигаться, ходить в другие какие-то места, в которые я до этого не ходила, тратить больше денег. И, собственно, это и хорошо, потому что деньги — это энергия, и они притягиваются, когда я их трачу. А у меня так работает всегда. И, кстати, завтра день рождения у моей подруги, но влог я уже снимать не буду, я его закончу сегодня. Мне нужно будет... А, блин! Мне нужно купить подруге подарок, как я вспомнила. И еще у меня нет наряда. Буду решать сегодня вопрос, а завтра я буду делать уже расклады всем своим клиентам. Вот такие вот планы. Ну что, котята, я на базе, и, собственно, именно в этом тату-салоне сегодня я буду усовершенствовать свою татуировку и, возможно, даже рукав. После татуировки на бедре, я думаю, что я еще долго не вернусь прям к новым татуировкам, но зато это эстетичное место, где я сегодня буду находиться. Я хочу прямо сейчас вам показать. А эту картину расписывали все клиенты этого тату-салона. И посмотрите, как пометила себя я. Естественно, корона, Карина, никак иначе. Красивенько, да? Красавец. Спасибо большое. Вот средняя мишка. Мне еще и криво, ребят. Прикиньте, сделали татуировку тогда на шее. А она должна была быть вот так вот. Ну и смотрите, ребят, что мы уже придумали. Шрифт усовершенствовали. Волшебную палочку добавили и дымку вокруг, что татуировка будет просто, мне кажется, вау. Ну вот, форма уже чуть-чуть становится симметричной. Да, там надпись смещена, но за счет компенсирующей вот этой палочки магии, которая вокруг, она будет, типа, принимать форму нужную. А теперь, внимание, ребята, вот что мы сделали. Показываю вам, какую красоту. И теперь, что было до. Какая была картинка. Просто. Вот это моя татуировка сейчас. Ну, прикиньте, вот добавь, чтобы все охерели обратно. Просто. Талантище. Ну что, тем временем мы закончили мою татуировку. Мы хотели еще немножечко покрасить мою чернуху вот здесь, чтобы она была не пятнами. Но решили, что это будет в следующий сеанс. Что, показываю результат вам? Короче, сели с Ваньком кушать. Показываю, что я заказала. У меня сегодня гречка, немножечко кальмара, курица, салат. Ванек сидит. И, собственно, мне, когда выдавали чай, положили записочку, на которой написано «Приятно следить за вашим ростом». Представляете? Очень-очень-очень приятно получать такие знаки. Чтобы вы понимали, это я вернулась домой. Цветочки я только что положила. Платье мне прислали, чтобы я померила завтра, в которых я пойду на день рождения. Это что-то еще, по-моему, что я заказывала. Еще что-то в квартиру. И подарочек мне от моей подружки с любовью от Ксюши. Сейчас я зайду домой, и мы с вами все посмотрим. Ну что за милота? Посмотрите, это я утром заказала себе цветочки. И это белые розы от папы. И тут записка. «Доченька, с праздником тебя! Люблю, папа!» Блин, это так мило! Блин, ребята! Быстренько откроем подарочек подруге. И это еще не день рождения, ребят. Цветочки! Тоже цветочки! Посмотрите! Они весь день практически лежали. Надо сочную вазочку. Блин, а у меня нету столько ваз. Че делать? Но эти розы еще есть. Блин, так приятно. Так, первый букет пошел. У меня есть ваза, я вспомнила. Блин, она, наверное, очень маленькая для этих цветов. О, охуенно! Смотрите как! Все, аж вода выливается. Отлично! Все в цветочках! В общем, вот такая красота у меня дома. И я думаю, что это самый прекрасный момент, чтобы завершить сегодняшний влог. Точнее, уже не сегодняшний, я его два дня снимаю. Но, ребята, это все еще и вам. Представьте, что это и ваши цветочки. Ну что, ребят, всем привет! Вы можете меня поздравить. Мне исполнился 21 год. И для меня это были такие прям насыщенные дни, полудепрессивные, потому что я заболела после того, как сняла этот влог. И решила к вам вернуться уже тогда, когда мне исполнится 21 год, показать обстановочку вокруг и вообще, как я обустроилась, чтобы влог точно был закончен. Именно так, как я, короче, этого хочу. Показываю тут вокруг меня розы. Еще одни розы. Прекрасный букет от родителей и моей сестры. Мои новые наушнички на рабочем столе, которые я заказывала при вас. И, собственно, мой новый телефон, который тоже мне подарили мои родители. Это 15-й Pro Max. Так что теперь у меня полностью новые устройства. Я только что вернулась с еще одной тренировки. Монечка тут ходит-бродит, принцесса моя. И коврик тут уже лежит комфортненький. Или Жанка Монина. Короче, живу я тут вообще полным ходом. Я поняла, что во время переезда, стресса, нагрузок в плане татуировок, еще женские дни у меня начались. У меня полностью ослаб иммунитет. И вот все несколько дней просто-напросто я лежала на кровати. Была в такой полудепрессии. Мне ничего не хотелось. Но меня вчера поздравили друзья. Пришла моя хорошая подруга Маша. Подарила мне очень сексуальный комплект белья. Вот получается коробочка с очень красивым бельем. С перышками, с цепями. Как это белье сидит на мне, вы можете посмотреть у меня уже в Инстаграме. Тут всякие от брендов подарочки. Тут всякие подарочки от брендов со свечами, которые мне надарили. И еще посмотрите, какой миленький зайка розовенький. Мне его подарил мой друг Кеша, тоже на день рождения, с красивым букетом роз. Короче, настроение мне подняли. Продолжаю всех разъебывать и поднимать вам настроение и мотивацию. Короче, обустраиваюсь. Скоро будет еще один влог. И я очень рада, что сняла этот на свой канал. Я хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы досмотрели этот влог до самого конца. С вами была Карина Аракелян. Не забудьте поставить лайк, чтобы не пропустить мои следующие влоги. Я очень старалась. Поэтому, пожалуйста, если ты досмотрел это видео до самого конца, отправляй этот стикер мне в директ в Инстаграме. А я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok